Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и конечно же красавцы, куда же без вас, меня зовут Алена и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео будет долгожданный обзор палетки от Catrice, это у меня прошка, нюдовая коллекция, вроде бы так она называется, про Next Gen Nudes Slim Eyeshadow Palette, оттеночек у палетки 0.10 и в принципе мы сегодня с вами будем наносить некоторые бюджетные новинки косметики, которые у меня появились за последнее время на меня, также я покажу какой макияж глаз у меня сейчас находится на лице, мне кажется это будет тоже очень интересно, потому что вы спрашивали как и что, и если вас интересует данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. Прежде чем мы приступим к макияжу, я бы хотела немножечко пройтись по этой палетке, она стоит 1000 рублей, в улыбке радуги, да и в других абсолютно любых магазинах она плюс-минус будет стоить так же. По сравнению с другими, вот по крайней мере у меня была коллекция от Huda Beauty Nude, четверка такая, вот очень схожая гамма, также еще у Huda есть похожая цветовая гамма, наподобие также есть у бюджетного бренда Lamelle, что-то вот такое в таких оттенках, но я как-то особо внимания на палетки тени сейчас не обращала, дело в том, что я немножечко как бы охладела к макияжу глаз, сейчас снова мне это захотелось делать, потому что вот так вот волнами, то да, то нет, то да, то нет. В общем и решила я начать, под влиянием YouTube купила эту палетку, потому что решила начать именно с такой цветовой гаммы, как видите, она розовая, мне вот это единственное, что идет, какие-то супер холодные оттенки, это не для моей внешности, мое вот что-то вот наподобие такого, холодненькое, тут есть базовые оттенки, вот они, светлые, темные, единственное, что нет черного, и могу сказать так, что тени прекрасно носятся абсолютно без любой базы под тени, я их наношу, несмотря на то, что у меня жирная кожа на веках, я их наношу абсолютно без базы, вот так вот все носится целый день отлично. Тут оттенки единственное, что пылят, вот именно матовые, они пылят, да, и нужно их перед тем, как переносить после нанесения на кисть на века, нужно обязательно стряхнуть остатки, это первый момент. Второй момент, они очень хорошо тушуются, перетушевываются между собой, легко наносятся, все шикарно, именно с матовыми оттенками, недостаток только один, что пылят, и могут осыпаться, если вы там не стряхнете остатки, излишки с кисточки. По поводу вот этих вот шиммеров наикрасивейших, я могу сказать так, вот этих вот, вот особенно вот эти у меня спрашивали, они шикарные, если наносить их пальцем, и не очень, если наносить их кисточкой, абсолютно любой, плотно набитый, не плотно набитый, они не какущие, если наносить их кисточкой, пальцем переносится все шикарным образом, и тем самым добавляется стойкость теням, так что за 1000 рублей взять такую крутую палетку, тут у нас получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 оттенков, очень даже неплохо, плюс она еще компактная, ее можно брать с собой абсолютно везде, макияж уйма можно придумать, тут можно и с макияжа сделать, и дневной, и просто складку подчеркнуть, какой-то моно макияж тоже вполне себе, то есть все зависит от вашей фантазии, я палеткой осталась очень довольна, и давайте же уже наконец приступать к макияжу. Чего же я уже этим, с жиром-то заплыла, а? Вроде не была такая блестящая. О, о, фейс, который хочется сделать аптейбл, готов. Ну что ж, девчоночки, приступаем к макияжу. Очень давно не снимала подобного рода ролики, тут уже подготовила, у меня тут чистенькая кисточки все помыла перед роликом. В общем, как я и говорила, будем обозревать с вами прошку вот эту вот от Катрис. Сразу хочу сказать, буду использовать без баз, без всего, чтобы показать вам реально, как это смотрится. Но также на повестке дня у меня тут очень много новинок. Так, во-первых, я вам покажу коррекцию с помощью вот этого продукта от Lamelle. Затем, 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 что у нас тут еще? Вот я думаю, по поводу тона, какой вам показать? Арт-визаж, ой, арт-визаж этот, это я пудру арт-визаж посмотрела на них, эстраде или же, или же, угу, о, блин, косметичка полный сраченник. Или же триумф, который у меня прям тоненько. Давайте с триумфа начнем, потому что эта новинка появилась у меня раньше. Ну, а перед этим, перед этим я предлагаю вместе с вами нанести вот такой вот Supreme Glow Highlighter в оттеночке 01 от Stellar. Это новинка. Ну, я же мало сияю, мне же еще надо больше. Так, сейчас я вас приближу. Так, наверное, достаточно видно. Вот такой прям. И вот ушивать сразу нужно, иначе просто, просто здравствуй, просто как дела будет. Потому что он схватывается, как какие-то жидкие тени, наверное, больше я вот так вот бы их назвала. Так, особо трындеть не надо. Нужно быстренько нанести. Почему я особо не снимаю макияжа? Во-первых, я не макияжная богиня. А во-вторых, ну, как бы, макияжа особо не пользуется спросом у меня на канале. Но если я увижу от вас отдачу, то почему бы нет? Я буду что-то новое обозревать, вот, например, как вот эту палетку от Catrice. Так, теперь мы наносим тональную основу от Triumph. Она очень крутая. И, как я и говорила, это аналог тона от Herborean, который сияющий сиси-крем. Очень схож, только стоит в рожи дешевле. Ну, вот он, собственно. Видите, да, как я его люблю. Распределяется просто шикарно. Если более тонкое покрытие, то можно вот так растягивать. Если более плотное, то убивать. Вот такое сверхтонкое красивое покрытие получилось. Теперь нам что нужно сделать? Консилер. На низкий консилер я буду использовать тоже недавнюю свою новинку от L'Oreal Infoable в оттенке 326. Он такой желтоватенький. Я в основном его использую под тон. Сейчас я его решила на тон. Его абсолютно немного нужно. Если там какие-то недочеты. Подрихтовать. Уплотнить тон где нужно. Лунная призма, дай мне силы. Так. Растушевывай. Вот так, отинь-динь-динь. Тушуем. Девки, тушуем. Теперь вот такой вот корректор от Beauty Bomb. Я как делаю? Просто подчеркиваю скулы. Нижняя часть. Спинка носа. Ну, говорю, вообще не визажист. Не в рамочке. Крашусь как нравится. Вот и все. В лоб не будем. Тут перебор будет. Это я все делаю перед пудрой. Как только закреплю уже пудрой, уже кремовые текстуры не делаю. Вот так вот. Все вот так вот соединяем перед пудрочкой. Вот такой Коррэйшн. Эдукейшн Коррэйшн получается. Теперь я беру вот такую вот кисть от Stellar. Пушистую. Единственное, что я могу добавить, когда я там снимать видео сажусь, я беру вот эту пудру от Riloui. И чуть-чуть, прям абсолютно немного, это такая прозрачная матирующая пудра, набираю ее в кисть, прям вот побольше, вот так вот прям в кисточку, чтобы она прям пылила. И вот тут вот прохожусь, потому что иначе получится очень быстрый жирный блеск образовываться. Но так я другую сейчас вам пудру покажу, которая мне очень нравится. И вот так вот нанесла. Какую я вам пудру сейчас покажу. Это вот такая от Artvisage. Она, кстати, вот она такая. Вот видите, у меня уже тут прям вот прилично, а это я сбоку, прилично она у меня, вот израсходовалась. И она с цветом, оттеночек у меня 111. И вот так я беру прям вот, набираю хорошо, и вот так. Тем самым я прям вполировываю в кожу ее. И она мне не сохнет, не смотрится маской, то есть все красиво. О, солнышко вышло. Просто здравствуй, просто как дела? Ну, палетку от Lamelle. Тут как раз-таки очень она классная, универсальная. У меня тон 0,3. Я не знаю, есть ли другие тона, но вот именно 0,3 мне очень нравится. Мы открываем ее. И что мы видим? У нас здесь два скульптора, хайлайтер и три вида румян. Я как делаю? Я беру вот такую кисть, это у меня из козочки, люкс-визаж, уже подстерлась, да. И вот так вот, эти два оттенка, которые у нас скульптора, я набираю на кисть. Вот какой тон получается, оттенок. Теперь, я беру и дублирую свою коррекцию на лице, то есть вот прям вот круговыми движениями. Не так, как я раньше рисовала прям в шухлине, а вот прям вот так, круговыми движениями туда, к скуле. Так, вот чуть-чуть тут тоже обозначу, что я вроде как и не толстая сильно, и нету четкости. Дальше я беру, этой же кисточкой наношу румяна, тоже три вида их сразу смешиваю, вот так вот прям. И вот так, коррекции наношу. И получается уже такая вроде-то нимфеточка. Вот так вот могу через носик пробежаться. Вот так. И беру боком кисти, набираю хайлайт, и вот так вот его втушевываю. Все. Переходим к глазам. У меня долговременная укладка, поэтому я просто прочесываю вот таким образом свои брови. укладываю в нужном мне направлении. И этой же кистью вот так вот ресницы прочесываю. Консилер чуть-чуть тут подскатался. Так. И тоже. Готово. Мы подготовили наши брови. И самое интересное... Вы меня видите, нет? Я тут эту кисточку ищу, которая мне нужна. Мне понадобится всего одна вот такая вот кисть. Так, это что за волосинка? Вот такая одна кисточка. С одной стороны у меня вот так плоская часть, с другой стороны вот такая пушистая. Первое, что мы делаем, мы набираем оттенок вот этот, basic. Базовый. Я набираю его на кисть. И наношу на веко. Тем самым я его припудриваю и подготавливаю к нанесению теней. Дальше я беру оттенок Instinct. Вот он, Instinct вот. Набираю на кисть. А ну видите, какие тени они прям яркие. Но могут чуть-чуть осыпаться, имеете ввиду. И вот так наношу. Если чуть-чуть переборщила об руку, вот так вот убираю излишки. А я переборщила. И растушевываю. На верхнее веко в складку. И тот же самый оттенок на другой глаз. Убрала остатки. И вот так вот нанесла. Беру вот эту часть кисточки, тот же самый оттенок Instinct. Наношу по нижнему ресничному краю. Вот так. И другой части тоже. Прямо по ресничному краю, не стесняясь. Теперь я беру оттеночек Classy. Или Classy, как он называется. Вот этот вот. На эту же кисть. Чуть-чуть буквально, еле касаясь, набираю. И снова в складку. Прямо вот раз. Видите, какой он пигментированный. Убрала остатки. Сколько у меня, видите, темного оттенка. Чин-чин-чин и готово. Углубила я складочку, видите. Прямо вот отлично. И снова этот оттенок. Обрук убрала остатки. Продублировала. И то же самое. Classy набираем на вот эту плоскую часть. И дублируем по нижнему ряду. Все то, что я делаю с верхним веком, я делаю то же самое с нижним веком. Можем даже вот так чуть-чуть тушануть. Теперь дальше мы берем оттенок Brave. Вот этот. Можем сначала вот этот вот хорошо набить. Да, давайте сначала вот этот вот класть и снова возьмем только на вот эту плоскую кисть. Мы его очень плотно наберем. Да, я вот так делала в основном. И вот чуть-чуть я углубляю складку. Видите, чуть-чуть они могут осыпаться, но это ничего страшного. Чин-чин-чин, чин-чин-чин. И так же вот чуть-чуть до зрачка на нижнее веко. Беру кисть и растушевываю. Ну, чтобы пятном так не смотрелось. Вот так. То же самое делаю со вторым веком. Вторым глазом, господи. Они очень похожи, эти тени, на худунют. По эффекту. Конечно, по качеству худунют, она более такая вот маслянистая, что ли. Так. А так тушуем. Естественно, тушуем. Тушуем. Вы видите что-нибудь? Вот. Вот такая история получается у нас с вами. Теперь берем брейв. Вот этот. Вот он, брейв. На плоскую часть. Набираем. И углубляем цвет. Прям в самую темную часть нашей тушевки. Вот сюда. И вот чуть-чуть по нижнему. То же самое здесь. Чуть-чуть-чуть. Ага, чуть-чуть. И бахнуло много. Теперь берем оттеночек. Инстинкт. Вместе с оттеночком бьюти. То есть это вот у нас нижний ряд. Оттеночек. Инстинкт. Вот. Инстинкт. И бьюти. Где он? Вот он. Бьюти с инстинктом. И мы все это дело вместе соединяем. Чтобы не было двух разных таких вот тушевок. Теперь сразу же, как мы видим, что у нас с вами осыпались тени, мы их убираем кистью, которой наносили пудру. Так. Вот, в принципе, почти уже все готово. Еще раз повторюсь. Инстинкты бьюти. Вот этот оттенок мы соединяем все оттенки, которые мы наносили ранее на глаза. Если что-то видим, что переборщили с цветом, берем и убираем обруку его. Вообще ничего сложного. Беру чистую кисточку. У меня это Stellar 202. Вот такая кисть. Снова наношу оттенок Basic. Вот этот вот базовый. И все вот эти края я растушевываю в кожу. Вот так. И тут то же самое, чтобы не было, знаете, какой-то грязи. Потому что, получается, татушевку тянешь чуть ли не к брови, чтобы вот это вот все на своем не смотрелось грязюка какой-то. Ну все. В принципе, так-то почти готово. Теперь я возьму снова вот эту пушистую кисть и оттенок Vision. Вот этот вот так. Вот он, Vision. Он смотрится как хайлайтер. И я наношу его под бровку. Вот он. Видите, да? Под бровку. В уголочек не надо. Теперь беру пальчик. Оттенок Bolt вот этот. Набираю. Видите? И... Опа-на! Опа-на! Смотрите. Ловкость рук и никакого мошенничества. Кистью не набирайте. Не набирается он вообще кисточкой. И чуть-чуть вот так вот на нижнее веко. Чуть-чуть так. Щип, мы занули. Ну, оба набираю. Опа-на! Ну вот, собственно говоря. Потом можно кисточкой чуть-чуть... Чуть-чуть тушануть. Теперь... Теперь мы берем карандаш Каял молочного цвета от Stellar. Фокус, вернись. Я тут. Что, я в фокусе, нет? Сейчас. Вот теперь я в фокусе. И подводим... Карандашиком Milk. Слизистую. И что? И тушь? Тушь беру Sky High Maybelline. Только нижние ресницы. Потому что верхних... Смысла нет красить верхние. Губы я предлагаю сделать или вот эти... Нет, давайте сделаем вот этим оттенком Париса карандашик. Оттеночек 0,2. Вот такая красота холодненькая. Сюда подойдет, я так думаю. Так я рисовала головы. И, в принципе, макияж готов. Все, мои куколки. Я рассказала и показала вам, как работать с одной из наикрутейших бюджетных палеток от Catrice Pro. Вроде они просто прошками называются. Slim Eyeshadow Palette. Как видите, ничего сложного. Весь макияж без моей болтовни занял бы 10-12 минут. Но, мне кажется, результат того стоит. Я вам показала, как я делаю новую коррекцию свою. А лица, мне кажется, это тоже очень неплохо. Ну, в общем-то, если вам понравилось, то обязательно поделитесь мнением в комментариях. Мне будет очень интересно. Также пишите обязательно, снимают ли у меня такие макияжные ролики в плане обзора на какие-то палетки теней. Мне будет тоже очень интересно. И приятно ваша обратная связь. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали это раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Смотрите их первыми. Также жду вас в своем инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Но я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok